Катя, Катя, идем играть в футбол? Нет, я не могу, мне надо делать уроки. Сейчас бы футбол погонять, а не уроки делать. Интересно, что же общего между химией и физикой? Движение, реакция, скорость. Скорость химических реакций и скорость движения. Что же между ними общего и чем же они различаются? Перед вами две пробирки. В одну из них мы насыпаем порошок магния. В другую порошок железа. Затем прибьем серную кислоту. Мы видим, что в пробирке с магнием водород выделяется быстрее. С чем же это связано? Это связано с активностью металлов, то есть его природы. Значит, скорость химической реакции зависит от природы вещества, так же, как скорость движения зависит от природы человека. В две пробирки нальем серную кислоту. Их объем примерно одинаковый. Затем в одну из них добавим дистиллированную воду. У нас получилась более разбавленная кислота. В каждую из пробирок насыпаем порошок железа. В пробирке с разбавленной серной кислотой реакция протекает медленнее, чем в концентрировании. Значит, чем выше концентрация вещества, тем выше скорость химической реакции. То есть, чем больше молекул, тем чаще они сталкиваются друг с другом. Так же, как и в физике. Если в замкнутом пространстве много людей, то они будут чаще сталкиваться друг с другом. Для третьего опыта возьмем два кусочка мрамора одинакового размера. Один из них просто добавим в пробирку, другой измельчим в ступке. Затем в каждый из них прием серной кислотой. В пробирке с измельченным порошком выделение углекислого газа протекает более бурно. Чем мельче вещество, тем выше скорость химической реакции. Это связано с тем, что при измельчении площадь соприкосновения веществ увеличивается. Исследуем взаимодействие оксида меди-2 с серной кислотой при комнатной температуре и при нагревании. Химическая реакция протекает в обеих пробирках. Но при нагревании реакция протекает быстрее. При нагревании скорость молекул увеличивается. То есть они начинают двигаться активнее и чаще происходят столкновения. И увеличивается скорость химической реакции. Проведем опыт разложения пероксида водорода в присутствии оксида марганца-4. При обычных условиях пероксид водорода разлагается на кислород и воду. Процесс протекает медленно и незаметно. Чтобы ускорить эту реакцию, используя добавку оксида марганца-4. Увидим, что бурно выделяется кислород. Чтобы доказать наличие кислорода, мы используем клеющую лучину. Ничего вспыхнуло. Это доказывает наличие кислорода. Добавки, которые ускоряют химическую реакцию, но сами при этом не расходуются, называются катализаторами. Вещества, замедляющие скорость химической реакции, называются ингибиторами. Ингибиторами в быту являются консерванты, соль, лимонная или уксусные кислоты. Здравствуйте! Раз, смерть! В ходе моих экспериментов я сделала важный вывод, что скорость движения и скорость химических реакций по многому похожи друг на друга. Но есть моменты, в которых они отличаются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!